Я Макс. Все очень просто. Еда light. В одном блюде не больше 500 килокалорий. То, что нужно для активной жизни. Еда, которая делает нашу жизнь легкой. Это дайкон. В 100 граммах этого замечательного диетического продукта содержится всего 20 килокалорий. Именно из него я сейчас приготовлю стейк. Вот так. С ним я подам морского окуня, просто с мисопастой. Четко, коротко, по-японски. Ну что, начну. Дайкон нужно сперва очистить, как любой корнеплод. Делается очень просто. Продукт очень податливый. Вот так вот я отрежу такое вот количество этого корнеплода, чтобы приготовить из него стейк. Почему стейк? Ну, потому что дайкон применяется, в принципе, в большинстве блюд только в нарезанном виде, ну, там, в сашими, допустим, он используется, в японском. Но ничего более интересного из него никто еще, наверное, не придумал. Вот таким образом я решил приготовить что-нибудь интересное из этого продукта. И вот такое блюдо получилось. Это стейк. Ну, потому что дайкон, он не калорийный, его можно есть много. Да, поэтому вот так вот я отрежу два вот таких вот стейка из дайкона. И их нужно будет предварительно обработать, поэтому я просто сварю его, подварю в воде с соевым соусом. Возьму кастрюлю и туда налью воды. Можно, в принципе, использовать какой-нибудь рыбный бульон, нежирный. Прямо сейчас можно уже отправлять дайкон и соевый соус. Он подсолит воду, этот соевый соус, и придаст дайкону интересный такой привкус. Дальше. Дальше я займусь окунем и рисом, потому что эти продукты готовятся, в принципе, дольше всех. Так, я поставлю ковшик с водой и возьму рис. Рис я беру длиннозерный, подойдет Басмати, или наш, какой-нибудь из южных регионов России. Тут не принципиально важно. Главное, его правильно приготовить. Его следует сначала промыть, чтобы избавиться от излишков крахмала. Вот так вот я отправлю рис в сотейник. Ну вот, заливаю водой, примерно чтобы вода покрывала рис на высоту двух пальцев руки. Это единое правило для варки рассыпчатого риса. Вкусно, красиво, легко. Займусь окунем. Тушка морского окуня мне понадобится для приготовления лишь его филе, поэтому я разделываю его. Делается просто. Я подрезаю толщину рыбки вдоль позвоночника. Вот так. Отделяю филе от костей. Дальше. Есть вот эта белая часть с брюшными костями. Ее я тоже срежу. Вот так вот вдоль косточек провожу ножом и подрезаю в конце. Так, ну и все. Осталось только снять кожу. Это делается тоже очень просто. Надо прижать рыбу ладонью к доске и ножом провести вдоль кожи. Ну вот так вот это делается. Замечательно. Все. Получилось филе. Кожа не нужна. Я ее отложу. Протру доску от чешуи. Немножко попалось. Я ее не чистил, потому что я кожу снял. Так. Дальше проверю. Тут что-то немножко может остаться. Нужно подрезать. Немножко кожицы. Ничего страшного. Подровняю вот так вот филе. Замечательно. И проверю, не остались ли кости. А косточки чуть-чуть остались. Да, поэтому их нужно удалить. При помощи щипцов это делается. Вот таким образом подцепляется кость и вынимается из кусочка рыбки. Вот. Все. Удалил я все кости. Всполосну рыбку, чтобы на ней, не дай бог, ничего не осталось еще. Вот так вот. И промокну бумажным полотенцем, чтобы избавиться от излишков влаги. От излишков этой воды, которая осталась на рыбе. Все. Получилось чистое филе морского окуня. Так. Ну, для запекания мне понадобится пергамент. Такой небольшой кусочек пергамента я отрежу. Не буду использовать весь. Подровняю. Все. Теперь уже можно подготавливать рыбку непосредственно к запеканию. У меня есть паста из соевых бобов. Называется она еще также мисо-паста. Я смажу одну сторону филе окуня этой мисо-пастой. Вот так она придаст очень интересный такой соевый привкус. Так. И положу на пергамент. Так. Дальше. Сок лайма. Отрежу небольшое количество. Сок лайма. Он такой достаточно приятный. Не такой резкий, как сок лимона. Ну, а с лимона я просто сниму цедру. Вот так. Чтобы был очень хороший аромат. Слегка посолю. Вот так вот рыбку. Потому что лимон и соль это очень хорошее сочетание. И выложу на противень. Кусочек рыбки. Я думаю, что слегка все-таки я его сбрызну оливковым маслом, чтобы получился приятный золотистый цвет. Очень интересный такой хороший вкус. Все. Я отправляю в духовку на 200 градусов. Примерно где-то минут на 6. Проверю рис. Я думаю, что его нужно посолить. Потому что я этого еще не делал. Так. И помешаю. Замечательно. Рис варится. У меня есть молодой шпинат. Я готовлю рабочее место. Переверну доску. И помою нож. Мы есть то, что мы едим. Займусь дайконом. Думаю, что вот он-то как раз-таки уже и готов. Так. Я возьму бумажное полотенце. И на него перенесу дайкон. Чтобы излишки влаги впитались и не мешали мне дальше его готовить. Он взял в себя вкус соевого соуса. Больше с ним манипуляций никаких делать не нужно. Так. Кастрюлю я уберу. На мне не нужно. Я возьму сковороду. Поставлю ее на плиту. Пускай греется. И дальше я этот дайкон, так как я уже говорил, что я буду готовить стейк. А как любой стейк, я его обжарю. Но обжарю я его на необычном, а на кунжутном масле. У него богатый такой глубокий аромат. Поэтому он хорошо подойдет для дайкона. Так. Ну что. Рис. Влага практически выпарена. Осталось дождаться буквально немного. Я все-таки накрою его крышкой. Вот она у меня здесь есть. Чтобы он дошел за счет этого пара, который выделяется. Так. Ну и кунжутное масло. Оно так же, как и все масла, достаточно калорийно. Поэтому его я добавляю немного. Но тут оно необходимо. Это именно тот аромат, который нужен дайкону, кунжут. Так. Я подготовлю себе еще немножко лайма и лимона. Посмотрю терка. Да, она мне тоже понадобится. Все. Сковорода нагрелась. Можно отправлять туда дайкон. Вот он сразу зашипел. И с двух сторон надо его обжарить. Ну, как и любой стейк. В принципе, это можно сделать и на гриль сковороде. Смазать дайкон кунжутным маслом и обжарить. Дать ему такую интересную решетку. Ну, вот мне хочется сегодня сделать просто жареный дайкон. Чтобы показать, как он готовится. Перейду к рису. Вот он напитал в себя воду. Да, он практически готов. Его нужно будет промыть. Поэтому подготовлю сито и емкость, куда я буду скидывать потом рис. Вот так вот рис я перемещаю в сито. И промою его. Проточной водой его промывать не следует, потому что рис уже готовый. Поэтому промою его хорошей фильтрованной водой. Это делается для того, чтобы рис не слипался. Ни в коем случае, а был рассыпчатым. Так, дальше переверну дайкон на другую сторону. Он слегка поджарился. Слегка я поперчу его. Соевый соус и так соленый, и солить его уже не нужно. И дальше, пока рис еще горячий, я возьму и смешаю его с молодым шпинатом. Он как бы прогреется в рисе и приготовится. Вот так вот я буду перемешивать рис со шпинатом. Я думаю, что стоит слегка посолить, потому что я промыл рис и соль с него смыл. Так, далее выжму сок лайма. Вот так вот, немного. И цедру лимона добавлю. Так, ну и чуть-чуть кунжута даст такую хорошую текстуру. Так, ну и все, в принципе. Приготовление блюда практически завершено. Рыба приготовлена. Рис заправлен. Я думаю, что добавлю. Все-таки в него у меня тут осталось чуть-чуть соевого соуса. Вот так вот, небольшое количество. Рис с соевым соусом, со шпинатом, это очень вкусно, поверьте. И отрежу пару долек лимона для того, чтобы украсить ими блюдо. Вот так вот я это сделаю. Разделю лимон наполовину. Две красивые дольки я вырежу. Удалю сердцевину, чтобы было удобно выжимать лимон. Вот многие этого не делают, но это очень сильно помогает. Так, и дайкон. Последний раз переворачиваю. И отставляю в сторону. Блюдо практически готово. Рыба готова. Дайкон обжарен. Рис заправлен. Можно сервировать блюдо. Возьму тарелку. Еда лайт. Сперва рис. С молодым шпинатом. Вот так. С одной стороны. Замечательно. Дальше. Стейки из дайкона. Оставлю место для рыбы. И уже открою духовку. Да, она запеклась. Аромат мисопасты пропитал ее изнутри, поэтому у нее тоже будет хороший вкус и запах. Так, рыба пропеклась. Я возьму лопатку. И аккуратно, аккуратно перенесу ее на тарелку. Она очень нежная. Так, ну все, осталось только украсить это блюдо, завершить. Последний штрих – это две дольки лимона. Их можно выжать сверху. И получается вот такое замечательное блюдо, где дайкон выступает в главной роли, а не как мы привыкли видеть рыбу в качестве основного, а рис, например, в качестве гарнира. Вот такой вот интересный продукт – это дайкон. И всего 20 килокалорий на 100 граммов. Легко ешь, легко живешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА